Во Вроцлаве Водри нашли тело украинца. В Польше запретят продажу пластиковой посуды. Новые правила дорожного движения в Польше. Концерты, аквапарки, фитнес-залы возвращаются в нашу жизнь. Европа разрешила вакцинировать подростков от коронавируса. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! С 28 мая открылись тренажерные залы, фитнес-клубы и солярии. В них действует лимит максимум 1 человек на 15 квадратных метров. Также открыты бассейны, аквапарки и закрыты спортивные сооружения с сохранением максимум 50% заполняемости объекта. С 29 мая можно обедать или ужинать не только на открытых террасах и площадках у ресторанов, но и внутри заведений общественного питания. При этом посетители обязаны прикрывать рот и нос, пока они не займут места, где будут есть или пить. С понедельника в школу вернулись ученики к традиционному обучению. С 4 июня в Польшу возвращаются концерты, фестивали и другие мероприятия на открытом воздухе. Пока участие в них могут принимать не более 250 человек, расстояние между которыми должно быть минимум 1,5 метра. При этом все участники подобных мероприятий должны пользоваться масками и не должны принимать пищу во время концерта. До 5 июня 2021 года сохраняется ношение масок в общественном транспорте в местах общего пользования во время религиозных культов. На открытом воздухе маски по-прежнему не нужны. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцинацию подростков препаратом Pfizer. Около 2000 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, у которых не было антител, участвовали в клиническом испытании. Вакцина оказалась на 100% эффективной. Наиболее распространенные побочные эффекты у детей в этом возрасте в месте инфекции это усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка. Эти побочные действия обычно являются легкими или умеренными и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации. В Польше вошли изменения в правилах дорожного движения с 1 июня. Велись ограничения скорости до 50 км в час, запрет на использование пешеходами мобильных телефонов при пересечении дороги. В настоящее время водители обязаны уступить дорогу пешеходам, которые находятся на пешеходном переходе или которые уже вступили на него. Теперь водители также должны уступать дорогу пешеходам, даже если он только собирается выйти на пешеходный переход и еще не вступил на дорогу. Пешеходам, пересекающим проезжую часть, запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими электронными устройствами, которые могут отвлекать при переходе дороги. С начала лета максимальная скорость для автомобилей в населенных пунктах теперь составляет 50 км в час. Ранее она составляла 60 км в час. Во Вроцлаве в реке нашли тело мертвого украинца. Тело у моста заметили прохожие. Предварительные выводы следователей показывают, что это украинец, пропавший неделю назад. Тело, которое плавало в реке Одра, было замечено 27 мая у моста Риндинский во Вроцлаве. На место происшествия вызвали спасателей и скорую помощь. Через несколько минут тело выловили из реки, и полиция начала следственные действия. Ранее спасатели провели поиски у моста Сикорского. Дно реки обыскали с помощью специального эхолота после того, как 20 мая вечером на мосту нашли куртку с документами. Одежда принадлежала гражданину Украины, который пропал без вести. Полиция подозревает, что это может быть тело украинца. Продолжается следственное действие. Тело отправлено на вскрытие для установления причины гибели. В 2019 году Европарламент утвердил директиву о пластмассовых изделиях одноразового использования, известную как директиву о пластмассе. Запрет касается в первую очередь 10 наименований, которые составляют около 70% пластикового мусора в Европе. Под запрет попали столовые приборы, вилки, ножи, ложки и палочки, тарелки и другая посуда, соломка для питья, ушные палочки, держатели для воздушных шариков, одноразовые контейнеры для еды и пластиковые стаканчики. В этом году это все исчезнет с рынка. ЕС дал государствам временно имплементацию этих положений до 3 июля 2021 года. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. Количество банкоматов постоянно сокращается из-за падающего спроса к наличке. По данным Нацбанка Польши, на конец прошлого года на рынке работало 21 829 устройств. Это на 875 меньше, чем годом ранее. В пиковом для отрасли 2017 году поляки имели в своем распоряжении более 23 тысяч банкоматов. Сеть магазинов Kaufland вводит почтовые услуги в своих магазинах. Благодаря этому супермаркеты могут открываться по воскресеньям. Из Польши в Германию без карантина. Польша больше не входит в зону риска для Германии. Соответственно, въезд в страну возможен без необходимости отбывать обязательный 10-дневный карантин. Лица, прилетающие из Польши в Германию, должны располагать отрицательным результатом теста на коронавирус. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Продолжение следует...